Здарова, YouTube! Привет, мой уважаемый зритель! А знаешь ли ты о том, мой хороший, что тебя могут подслушивать? Нет, не с помощью вот такой вот симпатичной миниатюрной катушечки Тесла, а с помощью зажигалки. Представляете? Вас могут подслушивать с помощью зажигалки. Правда, не вот такой газовой с кремушком, а той, у которой есть, да, есть вот такое хитрое устройство, которое называется, ну, мы его в простонародье пьезиком называем. И сегодня я вам это покажу, докажу и расскажу, а заодно покажу, как из пьезика получается микрофон. Да-да, самый настоящий микрофон, который вас может подслушать. Итак, эти зажигалки в сторону, процесс разламывания зажигалки я упущу. Но немножечко скажу о вот таком вот интересном, замечательном и удивительном устройстве, которое я сделал совсем недавно, которое называется самый наглый Джоу-Львор. Но, как вы знаете, что если есть генератор, то он излучает в эфир радиоволну. Но если в этот генератор вместо светодиода добавить вот такой вот пьезоэлемент, он будет играть роль самого настоящего микрофона. Вы слыхали о пьезодинамиках и о пьезомикрофонах? Наверняка слыхали. Вы же умненькие ребятки и девчатки. Питается эта система всего лишь от одной пальчиковой батарейки. И сейчас мы ее включим, причем включу я ее демонстративно рядом с приемником. Так, приемник в студию. Сейчас все будет красиво. Красивый фон, красивый приемник. О, как хорошо все получилось. И рядышком стоит микрофон. Итак, включаем приемничек погромче. Мы слышим какой-то фон, какие-то помехи и включаем передатчик. Передатчик из Джоу-Львора тут же включился в эфир. И мы услышали, что помех стало значительно меньше. Все. У нас получился вот такой вот смешной, из пробки, проволоки и пьезоэлемента, жучок. Ой, что же я сказал? Меня за это забанят. Жук, подслушивающее устройство, которое может передавать в эфир все, все секреты, о которых вы говорите. Никогда при таком устройстве не называйте пин-код вашей кредитной карты и даже адрес домашнего телефона. Ну, а теперь давайте немножечко помузицируем. Микрофон. Микрофон. Давайте погромче сделаю, чтобы было отчетливо слышно, насколько очень чувствительный этот микрофон. Ну, или потише. Помните, как микрофоны раньше в доисторическое время проверяли постукивание? В общем, вот такой вот самый настоящий подслушивающий радиопередатчик, который может вас подслушать. При этом, заметьте, ребята, несмотря на мою веселую интонацию, это действительно готовое самое настоящее устройство, которое демонстрирует способности вот такого пьезоэлемента, как микрофон. Ничего удивительного тут нет. Пьезоэлемент, он обладает пьезоэффектом, потому он так и называется, пьезоэлемент. И та среда, которая находится в этом колпачке, а точнее пьезокерамика, она слышит и реагирует на любые вибрации, в том числе и звуки моего голоса. Правда, чувствительность этого микрофона омерзительно мала. И то, что я сейчас говорю, увы, не уйдет далеко. Мало того, вот этот передатчик бесферитового сердечника, вместо которого я использовал всего лишь пробку и наматывал эту катушку на палец, конечно же, передает не на тысячу метров, не на тысячу километров, а всего лишь на какую-нибудь тысячу миллиметров, то есть сантиметров 10 надежной радиопередачи. Но при этом все по-настоящему. Настоящий радиопередатчик, настоящий микрофон, настоящий приемник, и все это работает. Бойтесь зажигалок, друзья мои, ну а лучше улыбайтесь и живите счастливо. На этом все, пока зажигалка вас слушает.